Виктория Новикова 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 А когда он закончился сразу? Прям, наверное, на днях, и ты пришла, и прям... Закончился в 31 октября. Вот, поэтому, да, можно сказать, что... Говори, мы первые, можно сказать, наверное, да? Если ты свободен, да, у вас абсолютно эксклюзив. Вашку поставим, по-другому. Что хочу сказать по поводу того, как развивались эти отношения уже вне проекта. Мы прилетели, это была зима, и... Это самое интересное. Да. И это не попало в камеру. Да, это не попало. Ну, вот. Была зима, и мне нужно было как-то решать свои проблемы с университетом, потому что, на самом деле, я, так сказать, очень нагло прогуляла сессию пред Госсову, и были такие моменты, которые действительно нужно было решить в Казани. Я улетела на пару недель, и вот когда я прилетела, улетел Тимур на съемки Камеди в Сочи, потом он прилетел, потом он улетел еще раз, потом улетела я, прилетела. И как-то вот такие вот постоянные перелеты. На самом деле, мы, конечно, всегда были на связи, как-то созванивались, переписывались, но я перевезла все свои вещи из Казани в Москву и прожила в Москве больше, чем полугода. В надежде на то, что для меня мужчина, он должен делать первый шаг, он должен как-то проявлять инициативу, заботиться, что-то делать для того, чтобы эти отношения развивали. В свою очередь, я посчитала, что на данный момент мне было 22 года. тогда я перевезла все свои вещи из Казани в Москву практически в никуда. Я оставила университет, в котором мне приходилось постоянно летать. Я оставила любимую работу. Мне казалось, что я сделала максимум из того, что я могла. Вот, ну, как бы, какой-то ответной реакции я не увидела. Ну, наверное, потому что Тимур очень избавил женским вниманием, и для него вот такие вещи были в порядке вещей. Вот на этом мы, наверное, немножко не сошлись. То есть это вообще веселая ситуация получается. Ты выиграла этот проект, ты боролась за него, там, с другими девушками, там, практически на равных там вы боролись. Вот, кстати, насчет борьбы там вот. Ты говоришь то, что это проект, но там как вот. Я считаю, что были, надо бороться. Было сказано то, что вот девушки... Зачем вам бороться-то? Вам просто надо молчать и все. Да, девушки, это проект. И всегда победите. Это ничего такого, там, на камеру поделитесь, пожалуйста, и все. Или они там прям реально вот, он будет моим, ничего не знаю. Вы знаете, вот на самом деле никому в жизни я не пожелаю остаться в замкнутом пространстве с 25 девушками, которые будут бороться за одного мужчину. Это сущий ад просто по отношению к девушкам. Конечно, такое зминое логово, где ты не можешь там спокойно спать и думать о том, что не подлили бы тебе там в крем какого-нибудь яда. Ну, на самом деле, я сейчас утрирую, конечно. Несмотря на то, что у нас была действительно жесткая борьба, каждый отстаивал свои какие-то интересы. Вот, помимо того, что мы боролись за мужчину, естественно, мы пытались каждой преподнести себя с наилучшей стороны, потому что все это в любом случае видит зритель. И когда с тобой дружили девушки, ты потом смотрела эфир и видела, как они полоскают тебя за твоей спиной, конечно, было не очень приятно. Но, в принципе, для меня это было ожидаемо. Я пошла на проект, наверное, с тем девизом, что, во-первых, для меня было важно доказать, что в девушке самое главное не только красота, но в первую очередь это ее интеллект. А во-вторых, наверное, о том, что ни с одной из девушек я не буду там дружить. Хотя были такие, которые там пытались построить какую-то дружбу на проекте. Ну, я сразу понимала, что это невозможно. И несмотря на то, что у меня ни с кем абсолютно не было дружеских отношений на проекте, я сейчас прекрасно общаюсь со всеми девушками уже вне, когда у каждого своя личная жизнь, свои интересы. Мы там летали, я к ним летала очень много раз в Госябск, абсолютно в разные города России, и мы поддерживаем теплые отношения хорошие. Ну, в принципе, ты все это доказала, да, свой ум, раз уж ты победила и была достойна этого. Ну, вот самое интересное, что вот, да, Тимур, получается, тебя разочаровал как-то или что? Вы знаете... Не собираешься потом как-нибудь с ним связаться, там, может, номер остался? Она же с ним общается. Нет, мы поддерживаем отношения, да, мы общаемся. Сейчас у нас должно выйти вот большое интервью. Все то, что я вам сейчас рассказываю, наверное, будет рассказано там, в Москве, в конце декабря. Но что хотелось бы сказать по поводу Тимура, нет, не разочаровал, наверное, как человек, не разочаровал абсолютно. Ну, наверное, зачал тем, что он не делал первый шаг именно вот уже вне кадра. Да, ну, наверное, вот для меня, как для девочки, еще, наверное, в тот момент достаточно такой наивный. Я думаю, что вся та сказка, которая была на проекте, все эти красивые свидания, там, фейерверки. Что-то все это продолжится, да? Да, там, камины, все остальное, что все это продолжится. И я так окунулась в суровые реалии, когда Тимура, наверное, 80% его времени в году просто нет в Москве, и он постоянно на каких-то съемках, разъездах и так далее. Вот, ну, все-таки я думаю, что любая девушка достойна, чтобы молодой человек был рядом и чувствовать какую-то поддержку и все остальное. Может быть, он и хотел это сделать, но не мог там в силу каких-то своих съемок и обстоятельств. Не хочу сказать абсолютно ничего плохого, он замечательный человек, но вот в 37 лет он не встретил еще свою женщину, и я ему искренне этого желаю. Да, и даже смотри, вот проект построен потому, что девушка, несмотря на свою гордость, она будет бороться, добиваться мужчины. В жизни ты как, приемлешь такое, что ты будешь добиваться мужчины или все-таки нет? Проект — это одно, а в жизни ты предпочитаешь другие правила создания отношений. На самом деле, вы знаете, проект — это немножко такая утрированная наша жизнь. Просто там мы знаем, что у него есть еще пять помимо тебя, а в жизни мы можем об этом не знать, о том, что вот он сейчас с тобой в ресторане посидел, а через полчаса у него следующее. Да, у него следующее свидание, же в другом ресторане. Поэтому, что могу сказать, что девушка, может быть, бороться как таковой, она не должна, но проявить себя и доказать о том, что она лучше всех остальных, она обязана. К сожалению, вот это такой, на самом деле, суровый мир сейчас, и мужчины настолько избалованы женским вниманием, а теперь женщины у нас, на самом деле, сейчас все абсолютно прекрасные, очень красивые и могут себе позволить выглядеть просто шикарно, поэтому нужно брать уже чем-то другим. Я думаю, что если девушка себя проявляет каким-то образом, то в этом нет ничего плохого. Дарья, а вот как ты сама думаешь, все-таки, в конце концов, именно чем ты его очаровала, взяла? Вот положила руку на сердце, что в тебе есть, как ты думаешь? Я думаю, что я... В чем ты его взяла? Думала, что я говорила. Я была вот на максимум абсолютно открытая, искренне. У меня не было каких-то корыстных целей о том, что я там должна победить. Я ему говорила неоднократно, что даже если он не выберет меня, у него всегда есть мой номер телефона, и он всегда там может мне позвонить, и я с удовольствием с ним увидев. Я предполагаю, что ты уже сразу поняла, что он очаровался тобой, а все остальное было уже вторичным. Он сразу увидел глаз мужчины, увидеть можно сразу при первой встрече, а все остальное было уже вторичным. Надстраивалась. Не кажется ли так? Ну, я об этом начала думать, наверное, спустя вот половину проекта, как прошел Экватор, я уже начинала это понимать. Неужели вы нарабатывали капитал благодаря этому? Он наконец-то увидел, на десятой передаче он вас увидел. Ну, нет, конечно, он сразу вас увидел. Вот, и все же вы были богиней, а остальные там уже были вторичными. Ну... Не надо было ничего делать, вы все равно победили. Ну, как вам сказать? На самом деле... Ну, так вот. Ну, не могу сказать, что, наверное, если бы я была мужчиной, может быть, я тоже так подумала. Но когда вокруг меня еще 15 девушек, которые действительно чего-то стоят, и они действительно очень красивые, немножко самооценка, конечно, начинает так гулять, я бы сказала. Поэтому ты не так уверен в себе, потому что... Ну, если это была бы реальная жизнь, то да, конечно, я бы сказала, что... Нет, когда есть оппоненты, и тебя они грызут, как говорится, гнобят, систематически, конечно, можешь потерять веру в себя. Но когда ты видишь его глаз, и ты думаешь, я верю в него, он же без меня не может, я же вижу его, смотри. Ну, они тут пусть меня погрызут немножко, я уж потерплю. Ну, так думала каждая. Все оставшиеся тоже так думали. И просто, наверное, мой был плюс в том, что я это не озвучивала никогда. Они об этом говорили. Вот, поэтому самоуверенность немножко кого-то там сгубила. Вот, поэтому у меня были такие ангельские глаза, и о том, что я ничего не знаю. Нет, а там все были такие же с космическими глазами, как у вас? Или же там были с куриными глазами девушки? Я вот не смотрел. Нет, с куриными не были. Потому что сейчас, знаете, есть девушки с куриными глазами, уходящие в ноль, и есть девушки с космическими глазами, уходящие в бесконечность. Вот я до сих пор не вижу, где они кончаются у вас. Поэтому вот, понимаете, в чем дело? Я поэтому и говорю, что действительно там все были с космическими глазами, да? Да, все были очень красивые. И это был конкурс таких гигантских космосов, богинь. Даша, как ты думаешь, на мнение Тимура влиял ли какой-то сценарий заранее продуманный, на то, кого он должен выбрать? Или это все-таки было его личное решение? Это было только его решение, мы с ним неоднократно это обсуждали. Почему так получилось? Как это сложно ему удалось? Я могу сказать, что вот Тимур просто на самом деле, он человек очень эмоциональный, он очень ранимый человек. И каждый раз, когда он выгонял какую-то девушку, ему давалось это очень тяжело. И он очень сильно переживал, потому что он боялся, как же там она будет там жить после этого. Ну, на самом деле, девушка, конечно, приезжала там в Москву или в свой родной город, и все у нее было абсолютно прекрасно. Но он не оставлял ту мысль о том, что он мог кого-то обидеть. Поэтому нет, сценария никакого не было, это был его выбор. Я знаю, почему сложилось так, как сложилось. Вот, и знает он, и я думаю, что, ну, как бы этого достаточно. Хорошо. То есть сейчас, получается, ты свободная? Или уже... Ой, друзья мои. На самом деле, мою личную жизнь обсуждал год, наверное, обсуждала вся страна. Я могу честно сказать, что это очень тяжело, очень. То, какую школу жизни я прошла не только на проекте, но и после, выдержав весь этот просто гнетущий вал СМИ, общественности, в том числе каких-то там псевдодрузей, в том числе и университет. И, ну, абсолютно все вот так вот на меня накинулись. И первое время, конечно, у меня были просто там, вплоть до истерика, у меня были слезы. Но потом мне просто научили такой вот купол вокруг себя создавать и не пускать туда никого. Поэтому год прожив вот в этой среде, я сейчас хочу сказать, что вот моя личная жизнь, она настолько вот там вот будет глубоко спрятана, что больше никто не то, чтобы они там не знают, но тем более не сможет ее обсуждать. То есть все, пожила, так скажем, на камеру, теперь хочу пожить, чтобы никто не вес... Издержки публичного человека. Счастье любит тишину. Дарья, вот скажи, пожалуйста, что для тебя вообще идеальные отношения? Идеальные отношения? Не могу сказать вам, что это отношения без каких-то ссор. Мне вообще это иногда даже очень не нравится, почему бы не разбавить. Страшак такой надо в семейку, да? Иногда так, перчика. Но на самом деле идеальные отношения для меня, когда люди полностью понимают друг друга. Они на самом деле на какой-то такой одной волне. И сложный вопрос, можно долго, наверное, на эту тему дискутировать. Когда они поддерживают друг друга, когда они радуются за успехи друг друга. И, естественно, когда между ними существует огромная чистая, светлая любовь и чувства. Когда у них есть время друг друга. Насчет чистой, светлой любви. На проект ты шла в шутку. Так, как там было написано, что там будет богатый такой жених. А вот, допустим, тебе предложат руку и сердце какой-нибудь бедный, студент, но он любит тебя искренне. Ты вот что будешь делать в данной ситуации? Ах, в данной ситуации я нахожусь сейчас. Поэтому я думаю, что... Ну вот, ладно. Бедный, конечно, это вообще... Если предоставится такой шанс. Как вам это будет? Прекрасно. Просто, допустим, он вас приведет домой, познакомит с мамой. Будете там чай вместе пить. Маме вы понравитесь. Каким будет ваше решение? Надо уже тогда жениться будет скорее. Потому что, чтобы... После чая-то ужин. Да, после чая с мамой сразу в ЗАГС, я считаю. На самом деле, что просто так знакомить. Что я могу сказать? На самом деле, те люди, которые вместе встретились на каком-то стартапе в своей жизни, и когда они идут, развиваясь совместно, постоянно подбадривая друг друга, я вот уже говорила, да, радуются какие-то друг другу успехи, то я думаю, что это на самом деле такой очень плотный будет, очень хороший союз. Вот. Просто чему я, наверное, научилась, это какому-то терпению. Вот это, наверное, такая очень важная деталь в отношениях, чтобы где-то уметь сглаживать, где-то уметь немножко прогибаться. Вот тогда я думаю, что все будет хорошо, если этот мальчик, статент, и на год у меня младший, если я буду знать, что он перспективный, что он хочет работать, что он хочет обеспечивать семью, детей, о том, что у него есть какие-то четкие цели в жизни. На самом деле, сейчас у большинства молодых людей это есть, слава богу. Поэтому, почему бы нет, это будет так здорово и интересно. Дарья, вот скажи, как вот ты думаешь, ты по роли, в конце концов, будешь дочерью или же матерью своего избранника? Ой, я думаю, что матери. Ну так хочется быть дочерью. Похоже, что матери. Я прямо почувствовал, я вот даже и помладше возьму, отмою, так сказать, поставлю на ноги, и он будет таким хорошим. Не скучно ли будет? Вот задумайся. Ну, все-таки такой к вам вопрос, а в чем миссия жены? Миссия жены, чтобы муж был опрятен. Именно жены, если мы сейчас говорим, чтобы он был опрятен, чтобы у него всегда были там, включая это слово, да, в себя, его чистые ботинки, там, отглаженные брючки со стрелочками, все остальное, конечно, чтобы он был сыт, доволен, спокоен, и чтобы он приходил домой и знал, что он сейчас ляжет на диван, и это будет просто его гармония вокруг него. Даже если там будут бегать кричащие там дети, что им что-то нужно, чтобы это доставляло им только максимум удовольствия. Миссия жены создать вокруг мужчины такую атмосферу. Ну, вот как раз, в принципе, задала вопрос, который самого Руслан, наверное, волнует. Он у вас неоспеченный муж, создал семью недавно, мы его все дружно поздравляем как раз, вот, Руслан. Ну, я знаю, что у тебя жена находится далеко от тебя, она как раз-таки находится в Москве. И вот тут вопрос, ответ, который дала Даша, в принципе, чтобы там жена следила за тобой, там в глазах тебе рубашечки. Вот как для тебя это вообще, что жена... Руслан, у тебя настоящая жена, что ли, или же гражданский брак? Ну, я могу штамп в паспорте показать, сходить. А то и сейчас это... Каково это вот все же самое отношение на расстоянии, семья на расстоянии? Ну, в принципе, знаешь, тут мы же все-таки видимся раз в 10 дней, там. Я вот понедельник утром на работу сразу приехал с поезда, я на выходные, у меня было два выходных дня, меня никуда не посылали, я съездил в Москву. То есть, естественно, когда человек рядом, вот все, всякие эти моменты, мы успели там вместе даже пиццу приготовить. Я посуду там помыл, помог ей помыть, и что-то сам помыл. Вот. Ну, в принципе, будем как-то решать этот вопрос, я думаю. Главное, хотеть договариваться. Ну, вот я сделал такой маленький флешбек на прошлые наши программы. Вы, наверное, помните, когда вот у нас была тема о любви, о расстоянии, ты, по-моему, там тоже был. Вот у одного парниша не получилось, вот у него девушка была в Москве, вот у него не получилось, у тебя получается. Ну, как думаешь, вот надолго ли это, вот она в Москве, ты в Казани? Ботинчик не можешь себе почистить, рубашечку погладить себе не может. Может, день-нибудь встретитесь там в Нижнем Новгороде, что-нибудь. Ну, мы думаем об этом, мы просто не знаем. Вот она сейчас доучится, я сейчас доучусь. Нет, нет, я считаю, что прекрасно. У них романтическое отношение, разлука, в разлуке. Они будут писать письма. Ну, вот кому-то разлука не позволила создать семью. Это прекрасно. Ну, понимаете, мы созваниваемся практически в течение часа, можем раза два друг другу позвонить. То есть я пишу тексты или там, не знаю, чем-то еще занимаюсь. Даже в машине еду, я могу просто взять, набрать этот номер и позвонить, и поговорить. То есть мне на это не жалко нисколько денег, мне не жалко на это какого-то своего времени, потому что я нахожу время. Ну, ради связи ты готов на все. Ну, не то чтобы прямо на все, но на многое, скажем так. Но самое главное, чтобы эта связь не превратилась в контакты. Потому что есть связь, а есть контакт. У нас, к сожалению, молодежь сейчас, она прекрасная, на мой взгляд, но она живет в потоке контактов. То есть вот контакты что такое? Вот, раз, и уже нет. А связь, это не так просто. Поэтому как-то надо разделять это. И вот если это будет постепенно уже превращаться в контакты, это беда. Смотри осторожнее, Тимур. Только связь. Руслан, мы его уже сравнили с Тимуром. Руслан, Руслан. Ну, как раз таки, смотри, Руслан, если бы ты оказался, предположим, на месте Тимура Батрудинова в шоу «Холостяк», вообще, как бы ты относился к тем девушкам, которые к тебе пришли на проект? Ну, не знаю, тут мне много не надо, как говорится. Как бы, я никогда не был избалован женским вниманием именно в том плане, что меня хотят. Но меня всегда окружало много женщин. И я всегда все-таки искал что-то свое одно. Своё подразумевается, это человек, который примет меня. Я достаточно непростой человек в плане характера. Но вот тут на практике получается, они сами к тебе приехали. То есть они должны тебя к ним, а ты их должен получать. Я буду каждую из них детально изучать. Кстати говоря, вот по статистике, между прочим, вот как раз имидж таких скромных мальчиков в очках. Очень часто такие тихие-тихие, но они, как говорится, очень активные ребята. А бывает наоборот. Такая показуха, вот он ходит весь из себя, все думают, что у него там не знаю, а у него ничего и нет. Просто, Рамиль Рамзевич, нужно сублимировать свою энергию. Ну, понятно. И мочить того, кому надо. Руслан, но вы похожи на скрытого лидера. Скрытого такого. Но это возможно. Ну, это мы как-нибудь с вами потом обсудим. Ну, друзья, есть такой вопрос. Вот смотрите, у нас сейчас две разные истории. Одна вот история любви публичная, другая та, которую толком никто о ней не знал. А вот прокомментируйте как-нибудь, что лучше, что хуже. Как вы считаете вообще себя? Да, я вам скажу о своей свадьбе. Я даже на работе сказал только дня за четыре до того, как она произошла. Ну, и я узнала об этом. Группа, наверное, единственная. Да, совершенно верно. То есть у нас такой был информационный вакуум. Даже как бы никто наверняка об этом не подозревал. Сглазить боялись, что ли, ничего? Отчасти да. Ну, тогда все понятно. Да, пожалуйста, задавай вопрос. Вопрос звучал так. Какая модель отношений вам приемляет? Такая публичная или все-таки скрытная? Я вообще считаю, что эти две ситуации нельзя сравнивать. Это проект, а это реальная жизнь. Здесь семья, любимые женщины, они живут себе. Нет, конечно, если вот, например, я тоже не люблю фотки выставлять. Вот мне даже подруги часто говорят, ну, а у вас все плохо с молодым человеком? Ну, у меня муж гражданский, кстати. Но я вообще не любитель. Они мне тоже говорят, а у вас все плохо? Почему фоток нет? Почему фоток нет? Почему в Инсте ничего нет? Почему ВКонтакте нет? Ну, потому что, а зачем? Ну, я, наверное, все-таки приверженец точки зрения молодого человека. Но ничего не могу сказать плохого про Дарю. Ну, потому что это две совершенно разные ситуации. А ты сама вот готова идти вот как вот... Конечно! Я хочу в дом 2 вообще. Вот это вообще моя мечта просто сидеть, ничего не делать. Ну, пусть тебе думают про тебя, что ты тупица. Сидишь, разговариваешь, еще 30 тысяч получаешь в месяц потом. Потом, если 2 года еще проживешь на проекте, стоишь. Вы уже узнали, сколько платят там, да? Да, да. Понимаешь, в Москве тебе 30 тысяч на месяц с трудом хватит. Потому что одна квартира стоит 30 тысяч в месяц. Ну, и здесь все... С учетом того, что они же живут там на проекте. Микрофон, микрофон, микрофон. С учетом того, что они живут уже на проекте, там, питаются, им платят эти деньги, и они их тратят только на какие-то свои развлечения. И еще им платят за рекламу в Инстаграме. Им какие-то вещи постоянно присылают. Так что им вообще там замечательно живут. Ну, ребята, да простите меня, ТНТ, но вообще, девочки, какой дом 2? Вы что, потом замуж не хотите выйти? Да, вы никогда в жизни. Не столько найти там такого же себе мужа? Рекомендуешь идти вот на такие проекты или нет? Нет, ну вот, посоветуй, что делать нашим студенткам, которые при виде твоего примера, о, господи, она туда попала, она попала на вот на ТНТ, это вообще самый рейтингный канал. Я тоже туда хочу. Нужно немножко уметь разграничивать, наверное. Есть, ну, что касается, да, отношений, есть холостяк, и есть дом 2, и это немножко абсолютно разные проекты. Если мы говорим о холостяке, то я называю это лакшери проект, такой, где показана красивая романтичная любовь, красивые отношения, красивые свидания, о том, как молодой человек должен ухаживать за девушкой, чтобы, я не знаю, как-то развить его фантазию, какой он может сделать красивый сюрприз. И действительно, все показано без какой-либо пошлости, даже доли ее. Разве девушки были не на все способны, чтобы гадить всему роману? Ну, как бы, а дом 2 уже, я думаю, что он идет 11 лет, есть еще те люди, которые его смотрят. Хотя, ну, каждому свое. Я говорю сейчас за себя, для меня такие отношения, которые выставляют их даже какую-то половую жизнь на показ, не приемлемы. Дарья, я все-таки не разобрался. Я вот, например, по Дому 2, я реально видел, как это снимается, я видел, где они сидят там, общался, видел своими глазами. Там реально дается часто установка на день. Вы должны подраться сегодня так. Вы должны то-то, вы должны все. В общем, там и одновременно, там актерское мастерство, конечно, есть определенное. Отдаваться камере, доверяться и все такое. А у вас там была такая постановка с элементами даже кинематографа, что ли, вот так? Нет. Я могу сказать точно, что нет. Нас снимали такими, какие мы есть на самом деле. Просто есть такое слово, как монтаж. Потому что, естественно, весь наш день нельзя было засунуть. Нет, а были моменты, когда вы даже не знали, что вас снимают? Нет, не было таких моментов. Мы закончим с проектом «Дома-2». Насколько я знаю, Константин, ты что-то снимался в этом проекте. Я вот тоже руку тянул, думаю, может, я скажу, а потом вспомнил, нет, у меня контракт еще не закончен. В этом году заканчивается контракт, да, у меня долгий. Да ладно, мы сокращим действие этого контракта прямо сейчас. Нет, но на самом деле публичность, она мне мешала в построении отношений, потому что подходили девушки после проекта, сами знакомились. И здесь у девчонок не было целью построить отношения. Здесь была цель совершенно другая, показать, что вот смотрите, у меня-то парень с телепроекта «Дом-2». Как бы поэтому здесь у меня личность мне мешала. А все вот полностью то, что сказала Даша, принципы построения ее отношений, совсем согласен. Девушка должна себя чувствовать за мужем, как за каменной стеной. Ну и, соответственно, она же должна на какие-то подвиги там вдохновлять своего мужчину. И те, они должны с ней рядышком постоянно. Костя, сколько ты был на проекте? Два месяца, но этого мне хватило, как бы, чтобы понять, что все устало от этого. То есть все там ощутите, как какую-то девушку бьют головой об дверь и так далее. Ну это было, и мне посчастливилось быть в тот период времени, когда было интересно еще смотреть, когда были все старички Степа, Менщиков, и Алена Водонаева, и Настя Дашко, и все остальные, кого до сих пор обсуждают в проекте. До сих пор такой долгий у тебя контракт. Долгий, на 10 лет. Вообще уже не распространятся. А вот скажи, вот ты бы женился на девушке, которая вот... Вот на месте Тимура, теперь оказываешься у нас ты. Вот у нас Руслан уже побывал в роли холостяка. Вот теперь твоя очередь. Ты бы... На Даши? Как поступил в этой ситуации. Да, ну вот, ну допустим, на Даши давай. Ну если бы у нас искра мелькнула между нами, и мы бы понимали друг друга, и почему нет-то. Конечно, человек чувствует сразу же, это его человек или не его человек. А на девушке из дома два женился бы? Ну здесь надо, соглашусь с Дашей, что после проекта тоже проверить, свои отношения нужны обязательно. На проекте я бы, наверное, не рискнул делать такой шаг. Потому что здесь все-таки идет доля шоу. Но не соглашусь как бы с тем, что там все по сценарию, нет? Отвечаю за себя. Ну 10 лет уже прошло, может быть, сейчас уже как-то все по сценарию идет, нет? Раньше как-то это было все в новшество, и люди, мне кажется, сюда приходили, и правда, жили там своей жизнью, что-то пытались на камеру. Это было раньше очень модно, участвовать в телепроекте Дом-2. А сейчас уже, мне кажется, телепроект Дом-2 превратился в какое-то посмешище. Больше вот прям, ну все об этом знают, что там все постановочно, но все равно все это смотрят. Вот. Ну смотри, по этому поводу тоже отвечу. Спрашивают меня, вернулся бы сейчас туда участвовать? Нет, не вернулся, потому что я вот всю кухню посмотрел изнутри тогда, когда было то самое интересное время, пик популярности, так сказать. По поводу сценариев, ты находишься в замкнутом пространстве, хоть и есть выезды разные, да, это и сцена, свидания романтические, другие по собственным нуждам там в магазин съездить, но большинство своего времени ты проводишь в замкнутом пространстве. И различные ситуации, те же самые ссоры, они возникнут. При такой обстановке они все равно возникнут. И, конечно, там уже решаются разными способами возникшиеся ситуации. Вплоть до драк доходило. И мат был, все было, это жизнь. Жизнь на камере. Мне кажется, все равно, когда приходишь на такой телепроект, ты должен понимать то, что это все шоу, и то, что реальная любовь вряд ли там будет. Тем более, как бы, Тимур Батрудинов, он, наверное, это все делалось для пиара больше, чем реально найти какую-то свою любовь. И если бы не он, то был бы кто-то другой. То есть девушки шли не ради Тимура, и никто же не знал первоначально, что будет там он. То есть это уже понималось то, что девушки шли ради какого-то известного, богатого человека, просто с ним быть. И поэтому, мне кажется, такое отношение у людей к этому проекту, то, что не очень доброжелательное. У меня вот очень доброжелательное. Я вообще считаю, что себе цену надо знать. Если туда пошли 15 девушек, умницы, красавицы, все как на подбор, и из хороших семей, а почему, ну, как бы, претендуешь, соответствуй. Вот они соответствуют. Вы знаете, это профессия. Вот сейчас мы сидим перед камерами, да, мы все по-разному реагируем. Кто-то скован, кто-то живет прямо уже здесь. Как ты себя чувствуешь-то? Константин, нормально. Константин, как себя чувствуешь? Ну, нет, я всегда волнуюсь. Как эта камера отличается от той камеры, где ты был в ток-шоу? Отличается вот эта камера? Конечно, отличается. Тебе легче сейчас? Или тяжелее? Я всегда переживаю. Если камера, любое мероприятие, но потом привыкаю уже. Главное, чтобы люди хорошие были. Я считаю, это особая такая эпоха возникла, когда, буквально, в смысле, театр, кино соединяются с жизнью. И это, по сути дела, профессия. И это ваша профессия. Вы подарили телезрителям интересную эстетику, интересную историю. По сути дела, снялись в кино. Но сейчас это называется экранная культура, экранное искусство. Вы, по сути дела, были персонажем экранного искусства. И поэтому у меня, например, большое уважение и к вам, и к вам. Потому что это нормально. И Дом-2 это тоже труд, в конце концов. У нее есть свои зрители, свой прайп-тайм. Как говорится, они делают деньги, за них голосуют, как говорится, рекламой и деньгами. А это истина уже сейчас, в конце концов. Амин Грамзевич, я думаю, к этому можно приплести, и давай поженимся. Пожалуйста. Вот как Даша сказала, что взяли и просто написали, да, заявочку. Точно так же и я на проекте оказался. Ну, практически схожая ситуация. Я шел к себе на работу и смотрю, кастинг проходит. Думаю, дай-ка я погляжу просто, что же там происходит и как все это проходит. В итоге взяли и забрали. Люди там очень... Тогда было, по-моему, 2 или 3 тысячи человек на место. Люди с разных слоев населения, разного возраста. Мне просто интересно, как это все проходит. И кто же хочет туда попасть? И по 6 человек вот перед теми людьми, перед редакторами, которые отбирали участников, присаживались. И прям сходу так в лоб. Чем ты лучше других? Почему ты там достоин оказаться? Я пришел посмотреть. Я говорю, ну, здравствуйте, во-первых. Я говорю, я ничем не лучше. Я просто, как и вы, такой же человек. Просто мне хочется посмотреть, как все изнутри. Вот у меня есть приятель, ему 55 лет. И он тоже хотел участвовать в Дом-2. Ездил специально. Ездил. Я переживал за него. Он готовился. Не прошел. Потому что не умеет работать в камеру. Вот просто там есть свои критерии. Но не прошел, понимаете? Все. И он сейчас зауважал этих ребят. Я еще раз говорю, это серьезная профессия. Мы говорили о том, вообще, действительно, эти проекты готовы подарить какую-то любовь, настоящее чувство. То есть, что мы выбираем? Какой-то такой нестандартный подход, да? Может быть, и были такие наивные девчонки, которые пришли на Дом-2, чтобы найти свою любовь. Может быть, они были в числе самых первых этих участников, да? И вообще, вот так же вопрос. Что для вас вообще идеальные отношения? Где вы их предпочитаете найти? Вот, не знаю, там, давайте кто-нибудь. Катя, пошла бы ты на этот проект? Какой-то любой, может быть, новый проект будет? Ну, я бы пошла на проект только, наверное, ради пиара и ради славы какой-то, публичности, но не ради поиска любви. И даже если бы это был телепроект «Холостяк», и так же, вот там же не знаешь, кому ты идешь, какому именно человеку. Если бы это был твой кумир, и я знала, что он там будет, я бы побежала туда за ним. Но так как я не знаю, понятно, что все туда идут только ради собственной какой-то славы. Где бы ты хотела найти свою вторую половинку? Я думаю, что судьба должна сама свести. Вика, мы сейчас этим все и занимаемся. У нас есть интернет, интернет-теллиния. Вот, пожалуйста, я хочу услышать их мнение. Вот поэтому я говорю, сейчас все люди любят, нет, нет, сначала слава, а потом любовь. Вот они выходят в Фейсбуке, смотрят, сколько лайков, сколько лайков. А это и есть эхо того же самого признания. Это вот нереализованное признание, они ждут в лайках. А они признание получили через телевидение. У нас все общество превратилось, точнее говоря, мы все сейчас имеем инструмент для получения славы. Это интернет. Это интернет. И все, это есть интернет-демократия. Поэтому, правильно, вот это и беда одновременно. У нас сейчас самое первое, это, как говорится, представление себя в обществе. Какую-то селедку кушаешь, какую сушу купил. А потом уже, так сказать, ты смотришь так, что со мной, собственно, происходит. Для других и для себя. Вот. Для других. Вот у вас, Дарья, вот мне очень интересно, вот вы сейчас живете для себя или для других. Я понимаю, вы делаете картинку. Вы трудитесь для создания эстетики для нас, как говорится. Да, это я понимаю. Но для себя у вас же в меньшее время осталось. Так ведь, да, сейчас? Ну, наверное, с окончанием проекта был какой-то такой период времени, когда приходилось жить для других. Потому что мне нельзя было делать определенные вещи, которые, например, я люблю, да, в силу каких-то связанных обязательств с телеканалом. Но сейчас я могу сказать, что я живу только для себя. Возвращение к себе состоялось? Да. Легче дышится сейчас уже, да? Прекрасно. Вот самое главное, не теряйте себя медно вот этой туфты. Не теряйте себя. Да. Это самое главное. Где бы ты посоветовала или, может быть, где-то действительно нашла или найдешь свою любовь? Как ты считаешь? Вот где можно найти свою вторую половинку? Ой, девочки. Если мы говорим сейчас про девочек, да и про мальчиков тоже. Я думаю, что нужно попробовать поискать ее абсолютно везде. Может быть, вам понравится какая-нибудь девочка, которая будет сидеть и читать лекции в столовой университете. И она будет настолько милая и красивая, что сразу подумать, что это ваше. А быть может, вам действительно придется пройти какой-то тернистый труд, как вот сейчас проходят молодые люди в связи с тем, что они находятся в разных городах. На самом деле нет такого места, куда вот можно прийти и сказать, что вот там будет моя вторая половинка. Счастливчик, он обязательно ее найдет. Кто-то быстрее, кто-то дольше. Но я думаю, что каждый заслуживает встретить именно не человека, который он полюбит, а потом разлюбит, а вот именно своего спутника и свою вторую половинку. Потому что, знаете, мне мама Тимура, кстати, сказала одну такую вещь, которую я запомнила, наверное, всю жизнь. Есть две половинки яблока. И они оба сочные, вкусные, молодые и прекрасные. Но когда их соберешь, они оказываются, что это, ну, не одно яблоко. Возможно, здесь Антоновка, а тут Ранетка. И прекрасные половинки, но не сходятся они в одно целое. Поэтому вот я желаю каждому, на самом деле, чтобы ваша половинка была именно от вашего, от вашей яблони. От вашего яблока. Ты опять работаешь на нас сейчас, понимаешь, на нас. У тебя уже есть установка на то, чтобы дать, дать. А я говорю о себе. А у меня, я уже все нашла, у меня все прекрасно. Вот о тебе ты должна быть счастлива, сама по себе. Ну и передайте, пожалуйста, микрофон. Я хочу представить нашего еще одного гостя. Это Людмила Сурова. Правильно сказала? Да, правильно. Мама пятерых детей. И хотелось бы задать такой вопрос. Насколько я знаю, у вашей старшей дочери ближе к 19. Старшей дочери 19. Учится в институте, занимается спортом. И вы бы как отреагировали, если бы ваша дочь пошла на подобные проекты? Ну вообще я очень категорична к таким вещам. Я считаю, что любовь, она должна быть только в жизни. Никаких сказок, никаких камер. Это все наиграно. И когда с детьми мы смотрели это реальти, то есть там они восхищались, я всегда была против. Я считаю, это не для моих детей, это точно. Только реальная жизнь. А вот скажите, у вас пятеро детей, у вас большой семейный опыт, вы уже давным-давно нашли свое счастье. Поделитесь секретом вот этого успеха, вот как вы нашли вот, получается, сделай вот эти сочные половинки. И как-то прокормить. Как говорят, если не уверен в мужчине, ты не захочешь от него, ну там, рожать и рожать, да? Вместе мы уже 20 лет. В январе будет. Познакомились. Ну мы с супругом, наверное, на самом деле, как одно яблоко. Потому что у нас мысли схожие, мы даже можем одновременно сказать одну фразу. Если мы идем за покупкой, мы можем взять одну и ту же вещь. Такие вещи, ну, мне кажется, не у каждого бывает. Поэтому, ну, я даже не знаю, что сказать. Ну, на чем базируется вообще ваше взаимоотношение? Что вы цените друг другу больше всего? Самое главное сейчас на нашей жизни – это дети, конечно же. Дети у нас разного возраста. И все внимание, все средства, все уходят на них. Ну, конечно же, мы не забываем о себе, потому что мы должны быть в форме, чтобы наших детей поднять. Ну, самое главное в семье, я считаю, на первом месте – это же любовь. А во-вторых, это понимание. Нужно уметь вовремя промолчать, где-то слово не досказать. Потому что малейшее слово, неправильно сказанное, это перерастает в большой скандал. А вот скажите, а вот что такое любовь в вашем понятии? Любовь? Ну, это каждый человек по-разному принимает. Для кого-то это романтика, цветы, поцелуи. А кто-то это внимание. Если человек болен и около тебя любимый человек – это самое главное. А если он пришел, поставил себе цветок, а сам ушел в другую комнату – это уже не то. То есть, ну, он всегда должен быть рядом. Я даже не знаю, как это сказать. А вот скажите, вот есть вот такие люди, которые даже скрывают свою любовь. Как вот таким жить вообще? В смысле скрывают? Любят, но они не вместе. Ну, боятся сглазить. Вот как Руслан говорил, то, что я о свадьбе сказал за 4 дня вообще. На работе маме, конечно, сразу. Нет, если люди действительно друг друга любят, если им нечего скрывать, то нечего бояться. Если ты чего-то боишься, значит, ты чему-то не доверяешь, я так думаю. Значит, что-то есть такое, что ты боишься сделать, и это приведет к вашему… Ну, а если не сделать, то получается, ну, просто вот, ну, все, остановились на месте. По мне так лучше что-то сделать и посмотреть, что будет дальше, как развиваться будет. Ну, лучше сделать, и тогда ты будешь точно уверен, что это действительно та половина, которая тебе дана в жизни. А вот скажите, как вообще вот сохранить вот такие отношения, особенно вот у вас там, во сколько получается, 7 человек в семье? 7 человек. Да, вот как сохранить вот такие отношения, чтобы, ну, прям такого бума там не было у вас в семье, или у кого-нибудь похожая ситуация? Ну, я думаю, главное, конечно, в семье женщина идет, потому что она наводит голову туда, куда ей нужно смотреть. Если вовремя выстроить вот ситуацию в семье, ну, разные бывают, конечно, то и жизнь пойдет дальше так же, как ты ее поведешь, как ты с ней будешь жить. Потому что, ну, вот с супругом разные бывают ситуации, видишь, что человек пришел с работы, у него настроение плохое, в этот момент может там что-то, тот же ребенок, скапризничать ты, в этот момент можешь подойти, вовремя успокоить, и уже муж будет себя совершенно по-другому чувствовать. Ну, а если закрыть глаза на все, и там ребенок в слезах, отец пришел с нервами домой после тяжелой работы, естественно, это будет скандал. То есть, я думаю, что супруга, жена, она должна все видеть вперед на шаг. Поэтому дальше семья будет намного лучше и крепче. Говори, говори. Чтобы прожить жизнь долго и счастливо, по моему мнению, один в браке должен быть глухой, а второй слепой. Вы тоже так считаете, ребята, вот как Лиза считает? Да нет, все-таки каждый должен поддерживать друг друга, и если люди будут идти вместе, то быстрее дойдут до совершения своих целей, поставленных каких-то либо задач. А также цель, задач есть. Да вы что? Конечно. Неужели во всем есть смысл? По-моему, главное – это ценности. И ценности тоже. Если будете только смыслами жить, и ради чего? Надо просто… Вот у солнца разве есть смысл? Он просто солнце, она радует, и все. Ну, и здесь у нас есть цель быть счастливыми, семью создать, чтобы дети были. Ради какой-то цели ты женился, да? Или ради счастья? Скорее ради счастья. Ради счастья. Там же непонятно, что. Неужели там есть какие-то смыслы? Потом, когда вместе два человека, просто в них появляются совместные цели. Просто счастье – это неминутное состояние. Конечно. Как кто-то сказал когда-то, это состояние души. Естественно, бывают разные моменты, но я счастлив, что я сделал, что я принял это решение. Потому что, во-первых, пора, потому что мы будем уставать больше. Ну, тогда уже появляется опять цель. Пора. Это цель. Я вот слушаю и понимаю, что я счастлив. Знаете, человек появился, я пошел в ЗАГС, подал заявление вместе с ним. Все. Ты понял, что... Подожди, это сейчас так прозвучало, что человек появился, вот этот человек, берешь его за руку, пошли туда в ЗАГС. Я просто вам рассказал кратко, весь этот не очень быстрый путь. Нет, Руслан Самоглан... Краткая аннотация жизни Руслана Давлядшина. Да, Руслан Самоглан не сказал, не человек появился, а человек ушел, и он понял, что ему не хватает, и он поженился потом. Понимаете? Давайте послушаем. Да, Даша, пожалуйста. А я хотела бы сказать, что в отношениях должен быть всегда компромисс, а не так, что кто-то глухой, а кто-то слепой. Ты всегда должен прислушиваться к своему спутнику и, соответственно, отсюда сделать какие-то выводы и договариваться. Ну да, безусловно, компромисс, естественно, должен быть. Ну, я, наверное, еще не имею достаточно опыта, так как мне всего лишь 22, но уже из моего опыта небольшого я могу сказать, что где-то приходится на что-то закрыть глаза, где-то не договорить, где-то, знаете, так как бы подержать, в каких-то моментах сделать вид, что ты вообще ничего не видишь и не замечаешь, потому что каждый раз найти компромисс, ну, извините, вот муж у тебя захотел с друзьями встретиться, погулять, пошел, сказал, вернулся в 12 ночи, а сам вернулся в 3 часа. Тебе приходится делать вид, что, ну, ладно, не заметила. Самое главное, чтобы он был счастлив. Вот когда он счастлив, счастлива и я. Скажи, пожалуйста, в ваших отношениях кто из вас глухой с ним, поэтому, в каком духе? То есть кто у вас там? Ну, я хитрее. А, это вы так считаете? Да. А он играет с вами? Да. Он дает вам думать, чтобы вы так считали? Да. Совершенно верно. Вот если честно, в отношениях все-таки женщина думает, что она ведет, но на самом деле ведет мужчину. Конечно. Сейчас узнаем. Я хочу обратиться к Камолу, так как он представитель нашего и соседней страны Узбекистана, Камол. Скажи, пожалуйста, как у вас вообще вот с этим обстоят дела? Такие семейные устои, ценности и так далее. Ну, у нас на Востоке в основном в семье доминирует, конечно, мужчина, потому что он главный, он опора, так скажем. Женщина, ну, она должна быть дополнением, скорее всего, ну, дополнением к своей роли, потому что у женщины особая роль, она должна за очагом все время наблюдать, за домашним, как Дарья сказала, уютом, она должна сделать все, чтобы мужчина развивался очень хорошо. И, естественно, как мужчина опора, он должен и заботиться о своей женщине, и о семье в целом. И в этом роль мужчины, он должен, как бы, быть опорой всего. Самое главное, это взаимопонимание, чтобы женщина тоже понимала мужчину. А вот скажи, интересный вопрос. Допустим, ну, ты завелся семьей, все, у тебя есть там дочери, у тебя есть сыновья, и вот одна из твоих дочерей захотела на подобный проект пойти. Что ты будешь делать? Давай, Патя, отвечай! Сложный вопрос, конечно, так как нет еще семьи, но я бы, скорее всего, скорее всего, я бы не отпустил. Потому что, во-первых, это на психику очень влияет, это атмосфера, во-вторых, это реально публичная такая жизнь, она не всегда полезна. Это гнетает ее психически, и морально еще, и плюс она будет далеке от семьи. Вот Шахноз, я думаю, то, что ты хочешь что-то сказать, вот что для тебя семейные ценности вообще? Для меня семейные ценности, это в первую очередь понимание. То есть, как говорят, люди должны смотреть именно в одну сторону. Да и должны быть, они как две половинки, которые были разбросаны по всему этому миру, и в конце, в итоге, нашли друг друга. А также самой немаловажной ценностью, я считаю, это дети. То есть, если ты уже решил семью создать, то ты уже должен как бы о своей жене заботиться, продолжать свой род, дети должны быть, и заботиться должны в первую очередь о них. Аня, может тебе хочется что-нибудь сказать вообще, что для тебя идеальные отношения? На самом деле, много чего хочется сказать. Я много думала насчет всего вот этого, насчет отношений, и у меня очень много было ситуаций таких, что я начинала встречаться с молодыми людьми, и в конце оказывалось, что они меня бросали, а потом я узнаю через каких-то пару месяцев, что оказывается, я была идеальной. Вот почему так происходит, я не понимаю. При этом многие вот здесь выскажившиеся в зале сказали, что вот для женщины главное, чтобы она построила уют, семью, там быт, вот это все поддерживала. Я могу сказать со своей стороны, что я это делала, но почему-то мужчины этого не видели, и как вот в такой ситуации поступать, как вот в такой ситуации быть, я иногда не понимаю, до сих пор не понимаю. Ты начинаешь... Ты разочаровалась уже в мужчинах что ли? Я не разочаровалась в мужчинах, просто как-то обидно это получается, что так уходит. Простя, вот если за тобой вот кто-то будет ухаживать не по твоей инициативе, тоже вот для тебя будет все делать, просто понимаешь, бывают такие случаи, когда ты для человека все делаешь, много в него вкладываешь, он как бы тебе тоже сначала отвечает взаимностью, но потом ему это вдруг надоедает. Я ему надоедаю, не совсем тебя поняла, или как? Поменяемся местами называться, то есть парень будет тебе все делать, но он потом скажет, что я для него столько всего делаю, я ее каждый день встречаю, я ей готовлю, спать укладываю, не знаю, колыбельные... Как вот в таком случае тебе в мою сторону было получается? Я далеко ходить не буду, как раз таки молодой человек, с которым я сейчас встречаюсь, начал так и делать. Но сначала он мне вообще не понравился, но я думаю, ну ладно, хорошо. Ему даже в какой-то момент надоело это, но потом я начала к нему присматриваться и поняла, что в отличие от других молодых людей, он ведет себя достойно, он за мной ухаживает, заботится, он надо, не надо, когда мне было недавно плохо, меня там врачи откачивали, и он приехал ко мне, он сидел со мной, и как бы, не знаю, вот далеко ходить не надо, вот ситуация, пожалуйста. Я в этот момент решила, я сначала вела себя по-другому, да, я давала там, может быть, посыловать парню себя на первом свидании, там что-то закружилось, потом им вдруг надоедало за мной ухаживать, потом я начинала бегать, я решила просто поменять тактику, и вот, пожалуйста, вот пример, когда парень начинает ухаживать за мной, делать все для меня, и мне это в какой-то момент, ну, то есть сначала он мне не нравится, и в итоге я понимаю, почему бы не попробовать, почему не дать ему шанс, и в итоге человек раскрывается и показывается с такой стороны, что вот мы до сих пор вместе. Конечно, очень много ссор бывает, постоянно трение, и они в последнее время что-то случаются, но, видимо, без этого никак, я считаю, что идеальные отношения, они без ссор, как дарь, я сказала, не бывают, вот, потому что, ну, как это идеально, они молчат, молчат, в итоге, я сейчас часто говорю, если тебе что-то не нравится, ну, скажи мне об этом, мы лучше с тобой поговорим и обсудим, чем потом это будет все копиться и из маленьких трещин в итоге будет яблоко, которое расколется и уже его никак не состряпаешь обратно, вот. Мы вернемся к автору слов о яблок. Дарья, вот мы сейчас послушали практически всех ребят, которые сказали, что для них семейные ценности, ты можешь как-то это подытожить, что ли, в сумме сказать что-нибудь, или прокомментировать как-то их слова, вот. Прокомментирую, сейчас вы задавали вопросы, отпустил бы кто-то своего ребенка или нет, я могу сказать, что я у своих родителей не спрашивала, они меня об этом не знали, и как только, да, и как только я приземлилась на острове Тенрифе, это Канарские острова, я просто сказала, мам, папа, извините, но вот как бы я вот так вот решила, да, у них был, конечно, шок и все остальное, но я могу сказать, что я не пожалела ни на секунду о том, что я там поучаствовала, о том, что так все сложилось, это дало мне огромный толчок, это дало мне в первую очередь возможность сделать сейчас в Казани свой бизнес, который я безумно сильно люблю, это не дело для денег, это дело для моей души, в первую очередь, поэтому вот я могу сейчас сказать определенно, что я счастлива так, как я не была счастлива никогда. по поводу отношений, ребят, у вас у всех очень классные такие цели, очень классно вы выделили какие-то определенные моменты в отношениях, да, такие как понимание, там, глухой, слепой, все остальное, у каждого это все свое на самом деле, каждый сам найдет свой путь, как построить отношения со своей второй половинкой, и это очень здорово, что у каждого из вас есть какое-то стремление на самом деле строить это отношение, чего-то добиваться, сохранять семью, потому что институт семьи, это, ну, на данный момент, я считаю, такой вот огромный просто институт, который мы должны сейчас все сохранять, особенно в большинстве случаев, конечно, это зависит от нас, от молодежи, потому что если мы будем больше об этом разговаривать, и с нами будут больше делиться опытом люди, которые уже имеют его, я думаю, потому что мы с вами все вместе просто сократим количество разводов, по крайней мере, в нашей республике. Да, тут действительно каждый сам для себя решает, но главное, что мы для себя поняли, это вот разграничивать все равно, да, вот правильно, попытали свое счастье, ну, была у вас популярность, да, но вы все-таки поняли, что, значит, мое личное, мое сокровенное, пожалуй, я оставлю сама для себя, то есть, свою личную жизнь я все-таки буду хранить, но это поняли только тогда, наверное, когда уже пожили на освещении всей России, там, да, и поняли, что же это такое, когда у тебя молодой человек и знаменитость, и у него не будет на тебя времени. Может быть, поэтому теперь Даша говорит, я и не прочь из простого народа найти себе вторую половинку, а может быть, ты уже нашла, но ты все пытаешься от нас искрыть, это твое право, конечно же, потому что это личная жизнь. Тем не менее, я желаю всем найти свою любовь, каким бы путем, конечно, вы ее не нашли, главное все-таки найти, прийти к этому результату. Присоединяюсь к этим пожеланиям. Ну что же, друзья, всем большое спасибо за внимание. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». До скорой встречи. Увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...